Сполок архивов в виртуальный мир. Исторические документы совершают путешествия во времени. Весь документоборот переходит в электронный вид. Таково распоряжение правительства Российской Федерации. Нижнетагильские архивы одними из первых предоставляют тагильчанам новые услуги. Какие узнал сегодня Альбина Сказлаускас на семинаре руководителей архивных органов. Сегодня, придя в читальный зал городского архива, любой тагильчанин сможет воспользоваться программой и найти любые документы, которые тут хранятся. Размер трудового стажа, заработной платы для работников ликвидированных предприятий можно взять в муниципальном архиве социально-правовых документов. В этом году и там начали создавать электронную базу. Любые исторические данные, справки и информация, которая касается истории Нижнего Тагила, хранится в историческом архиве города. Нижний Тагил на сегодняшний день у нас это, пожалуй, единственное муниципальное образование, где все учетные документы на документы архивного фонда переведены на сегодняшний день в электронный вид. Перевод документов в электронный вид занимает немало времени. По словам специалистов, бумага, на которой запечатлены важные данные, не всегда находится в идеальном состоянии. Для оцифровки требуется сложная техника. На сегодняшний день у нас, для информации, в Нижнем Тагиле хранится 400 тысяч единиц хранения документов. Это очень много. У нас ни в одном муниципальном образовании нет таких объемов хранения. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, переход на электронный документооборот осуществляется в стране с прошлого года. В архивной службе он уже прошел ряд этапов. У нас полуэтапный ввод вот этих муниципальных услуг. И вот до 1 июля должен быть закончен третий этап размещения этих услуг. Полный переход в электронный вид по заверениям специалистов документы осуществят в 2015 году. Альбина Сказлауска, Павел Охотников, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. С ворохом коммунальных проблем уже почти год борются жители 15-го дома на улице Известковая. Все дело в ремонтных работах. Год назад их двор перекопали работники горводоканала, заверяют жители. Трубы поменяли, площадку засыпали щебнем. Вот здесь вот шлаком все разровняли камнями, колодцы не закрыли, ничего не закрыли. Так и стоит этот бардак. Здесь лужи стоят, когда сильные дожди идут. Стоит большая лужа, вонища по всей лебяшке, пройти невозможно. Раньше у нас здесь дорожка была аккуратная. Это все нам перерыли, перекопали, за собой порядок они не навели. Еще одна беда жителей. Во время обильных дождей топит подвалы. На все обращения, говорят жильцы, коммунальщики не реагируют. В Горводоканале заверяют, что в своей части они все работы выполнили и благоустраивать территорию не обязаны. Школьников, детсадовцев и пенсионеров объединила любовь к поэзии. В Центре ветеранов организовали первую литературную встречу, не знающую возрастных границ. Чьи стихи стали фаворитами, расскажет Ольга Шульга. Отрывок одной из самых известных детских сказок «Тараканище» читают второклассники 64-й школы. Каждый из них, несмотря на столь юный возраст, уже не раз участвовал в литературных конкурсах. В первом классе читал я про космос, комета, а во втором классе я читал про Россию, откуда начинается Россия. Что интереснее читать? Сказку, наверное. А почему сказка? Сказка, она такая волшебная, она как раз для детей. Несмотря на большой опыт участия в конкурсах чтецов, ребята заметно волнуются. Обычно выступают они перед ровесниками. А сегодня возрастная аудитория немного постарше. Пенсионеры из городского клуба любителей поэзии «Зелёный огонёк». Они и организовали литературную встречу. Поскольку я бабушка трёх внуков, любящая бабушка, внуки – это для меня всё. И поэтому я не могла обойти вниманием 1 июня, День защиты детей. И тут две даты – юбилеи у Чуковского и у Маршака. Литературную встречу посвятили не только творчеству советских поэтов, но и познакомили ребят с их биографией. Каждую свободную мелодию он проводил в библиотеке. И глотал Достоевского, Митча, Пушкина, Бескова, Дарвина, Михайловского и любви. Делая это совершенно стихием. Такие развлекательно-познавательные встречи клуб любителей поэзии организовывает впервые. И после сегодняшнего удавшегося дня намерены их продолжать. Уже придумали и тематику будущей встречи – аудиосказки. Любители поэзии уже нашли пластинки. Теперь дело осталось за малым – отыскать граммофон. Ольга Шульга, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тегил ТВ. Тренажерный зал атлетической гимнастики открыли на Уралвагонзаводе. Реконструкция этого помещения шла два года. Уже сегодня спортзал открыт для профессиональных спортсменов и любителей. И, конечно, для заводчан. Все подробности в материале наших коллег со студии подготовки программ Уралвагонзавода. Почти два года шла реконструкция спортзала Уралвагонзавода. И вот обновленные залы атлетической гимнастики встречают гостей. Красную ленточку разрезают директор по персоналу Уралвагонзавода Сергей Саранчук и президент Федерации тяжелой атлетики Свердловской области, старший тренер спортивного клуба «Спутник», бронзовый призер первенства России среди юниоров, неоднократный победитель международных соревнований Михаил Цыпков. Еще на стадии ремонта спортзал посетил генеральный директор научно-производственной корпорации Уралвагонзавод Олег Сиенко. Он и дал поручение привести в порядок тренажерный зал. Хочу, прежде всего, сказать славу и благодарности руководителям и лично Олегу Викторовичу Сиенко за такой тренажерный зал, который сейчас у нас есть, профессиональное оборудование. Я говорю, что о таком зале можно только мечтать. Современные силовые тренажеры позволяют прокачать все группы мышц, что невозможно сделать с одной штангой. Ребята-спортсмены идут сюда с большой охотой. Среди них – перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Здесь проводят свои тренировки серебряный призер чемпионата мира 2012 среди юниоров Егор Климанов, чемпионка Европы Светлана Ульянова, призер чемпионата России Татьяна Нематова. А после рабочей смены приходят Уралвагонзаводцы и занимаются себе на здоровье. Тренажеры решают разные задачи. Немаловажна тренировка выносливости и повышение тонуса организма. Для новичков больше подойдут кардиотренажеры. Тренер секции атлетической гимнастики задает программу согласно физической подготовке каждого. Кардиотренажеры имеют встроенный компьютер, который регулирует нагрузку по пульсу. Заниматься на новых тренажерах может любой желающий. Зал открыт для спортсменов-любителей с 10 до 12 и с 19 до 22 часов. Цена абонемента для работников завода льготная. Все, кто к нам приходят, все очень рады, довольны. И мы готовы всех пригласить, всех принять за нормальные цены, предоставить весь спектр услуг, начиная от беговой дорожки, кончая силовыми тренажерами и кардиотренажерами. Такова была информационная картина четверга. Если вы стали очевидцем уникального события и успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам, получайте призы. Автор самой позитивной новости станет обладателем подарка. Делайте новости вместе с нами. Наш телефон 4195-51. Адрес сайта www.tagildefistv.ru. Раздел «Сообщи новость». Моя часть выпуска на этом завершена. Далее вас ждут новости спорта. Всего доброго. Продолжение следует...